Как организован процесс? Есть ли какие-то ключевые отличия от привычных нам электоральных кампаний, например, выборов в парламент, либо выборов президента? Ну, безусловно, референдум отличается как электоральная кампания от избирательных кампаний по выборам президента и по выборам депутатов, но в первую очередь тем, что субъектов избирательного процесса меньше, потому что в электоральных кампаниях, связанных с выборами депутатов, есть кандидаты в депутаты, есть доверенные лица, есть процедуры, которые проходят, допустим, сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты и так далее. Здесь же немножко сложнее, и временные рамки гораздо больше подготовительные, чем для референдума. В принципе, для проведения референдума достаточно тех вот буквально там 30-40 дней, которые определены законодательством для проведения данного мероприятия. Но опять же, если мы говорим о нынешнем референдуме, о внесении изменений, дополнив Конституцию, то нужно понимать, что этот вопрос ведь возник не с принятием указа о проведении референдума. Этому предшествовала определенная работа, и насколько мы вот наблюдали, как обычные граждане нашей страны, был период, когда работала Конституционная комиссия, был период, когда работали, значит, общественные приемные, проводились диалоговые площадки, вносились какие-то изменения, дополнения и так далее. То есть указ фактически подвел определенный итог этому общественному обсуждению и вынес на референдум вопрос, на который должно общество дать ответ. Вот этим, наверное, отличается референдум. А в целом процесс голосования, он точно такой же, как на выборах. То есть будет досрочное голосование, 22 февраля начинается. Даже временные рамки одинаковые с 10 утра до 14 и с 16 до 19, включительно до 26 февраля будут работать участки по досрочному голосованию. И основной день голосования 27 февраля участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Ну и здесь тоже, опять же, традиционно как-то сложилось, что где-то в районе 2-3 часов ночи мы уже будем иметь первые результаты. Ну, во всяком случае, сколько приняло участие в голосовании, сколько проголосовали за, сколько против. Ну, итоги подведем чуть-чуть позже, уже после получения непосредственно первичных документов. Имеется в виду протоколы областных и Минской городской комиссии в разрезе тех участков по голосованию, которые созданы по стране. Сегодня участков для голосования по стране создано 5 510. И, кроме того, создано 153 территориальные комиссии. Это областные, как я говорил, в городе Минске и городская. Районные, районные в городах. Городские имеются в виду города областного подчинения и так далее. Ну, самое главное, для человека, который хочет проголосовать, условия созданы. То есть никаких препятствий, тем более каких-то неудобств не должно быть. Вот ведь, конечно, для этого же все делается. Совершенно верно. Комиссия уже работает в режиме дежурства. Можно связаться с этой комиссией, можно подойти, уточнить, внесен ли гражданин в список. Уточнить, может быть, какие-то данные по данному гражданину, если кто-то сомневается, внесен в список или нет. Вот про списки. Ведь очень много граждан, особенно в последнее время, которые, скажем так, зарегистрированы в одном месте, и зачастую в одном городе, а проживают совершенно в другом городе, в другом конце страны. Как быть таким гражданом, чтобы не ехать по месту регистрации, зачастую это несколько сотен километров? Законодательство, в общем-то, достаточно гибкое, что, в общем-то, создает определенные сложности для работы участковых комиссий. Но вместе с тем, в общем, больше, наверное, способствует вот эта гибкость для создания условий для граждан, более оптимальных. Во-первых, гражданин, если он зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом, он должен подтвердить свое проживание на территории данного участка. То есть он должен представить либо договор найма жилого помещения, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и при этом комиссия его включит по месту этого проживания, но при этом она должна проконтролировать, чтобы в списках, там, где он зарегистрирован, он был исключен из этих списков. Совершенно верно, чтобы не было вот этого двойного эффекта внесения в списки и там, и там, будем так говорить. Ковид. Какие рекомендации выдал Минздрав, как они будут применяться, и как вообще в целом эпидемиологическая обстановка, на ваш взгляд, повлияет или уже, может быть, влияет на организацию процесса голосования? Ну, могу сказать, что референдум в этом плане уже не что-то особенное в плане ковидных ограничений, потому что фактически в ковидных ограничениях мы работали в 2020 году на президентских выборах. Уже тогда учитывали некоторые моменты, поэтому рекомендации Минздрава, они, в общем-то, тоже, можно сказать, в определенной степени традиционны. Это и подбор соответствующих помещений, которые позволяли, в общем-то, обеспечить и дистанцию, и разведение потоков граждан, которые придут голосовать. Это и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, имеется в виду и проветривание, и уборка, и дезинфекция, и наличие антисептиков на участке, наличие средств индивидуальной защиты при необходимости и так далее. Мы, по аналогии с 2020 годом, убрали передние шторки в кабинах. Вот сегодня мы посещали участки, смотрели, какая готовность. Ну вот, заходишь в кабину, ты спиной стоишь фактически к комиссии, а перед тобой, значит, место, где ты можешь заполнить бюллетень. То есть отсутствие этой шторки никаким образом не влияет на тайну воли изъявления. То есть ты все равно, никто не видит, какую ты ставишь отметку. Но при этом кабина более проветриваемая и создает условия для соблюдения тех эпидемиологических требований, которые предписал Минздрав, которые с нами согласованы. Есть вопросы, которые возникают по гражданам, которые лечатся амбулаторно, то есть находятся дома, и лечатся от ковидных заболеваний. Такие граждане, естественно, известны, как правило, находятся на больничном, под наблюдением врачей, может быть, дистанционном, под наблюдением врачей и так далее. Такие граждане тоже могут проголосовать. Мы здесь продумали алгоритм, который совместно с Минздравом и с территориями тоже отработали. То есть такой гражданин должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому в день основного голосования. Вместе с тем комиссия с учреждением здравоохранения, где также создана комиссия по голосованию, отработает этот момент, чтобы к этому гражданину приехали люди, экипированные соответствующим образом, чтобы не подвергать опасности членов участковой комиссии, где гражданин этот находится в списках либо прописан. Опять же, процедура замены изменения списка, внесения зачисления в другой список, выдачи бюллетеня, будет тоже осуществляться комиссиями в соответствии с законодательством. Для жителей каких-то удаленных уголков будет ли организована какая-то специальная возможность для голосования? Помните, как было когда-то, когда по дальним селам и деревням... Я скажу больше, не просто будут ездить по деревням. Я разговаривал, допустим, с организаторами выборов, комиссиями по Минской области. У них даже предусмотрено такое, что в некоторые деревни будет приезжать специальный транспорт, автобус. Люди могут сесть в этот автобус. Их подвезут в центр сельсовета, в тот поселок, где расположена комиссия. Они смогут проголосовать, побыть на участке. На участках будут организованы какие-то мероприятия, либо рядом, где-то они будут проходить. То есть смогут какие-то покупки сделать. То есть власти сегодня предусматривают любые возможные способы для того, чтобы оказать содействие гражданам, особенно те, которые проживают в каких-то дальних деревнях, для того, чтобы они могли проголосовать. Но это не исключает и то, что комиссия может проехать сурной по домам непосредственно в эти дальние села. Наблюдение. Всегда такой вопрос, к которому, не знаю почему, очень пристальное и, на мой взгляд, повышенное внимание. Особенно, что касается международного наблюдения. Как будет происходить в этот раз? Кто из международных наблюдателей уже аккредитован, я знаю, такие есть. Кого еще ожидаете, может быть? И вообще, на ваш взгляд, насколько оно для нас необходимо, вот это самое международное наблюдение? Ведь все-таки мы в своей стране, на своей территории, действуем по своим законам. Ну, надо сказать откровенно, что, в принципе, электоральные кампании и референдумы, мы, как и все другие страны, проводим в первую очередь для себя. Это так. Но международное наблюдение – это уже, в общем-то, международная практика, и многие страны это практикуют. Это и какой-то обмен мнениями, и какой-то анализ, сопоставление своего законодательства, своих каких-то практик электоральных с теми странами, откуда приехали наблюдатели и так далее. То есть это процесс какой-то вот и обмена опытом, и какими-то наработками новыми, интересными и так далее, и так далее. То есть это тоже очень важно. Опять же, хочу подчеркнуть, что у нас есть ряд обязательств по приглашению международных наблюдателей. Ну, например, по странам СНГ у нас есть международные договоры, которые подписаны, которые предполагают приглашение международных наблюдателей не только на выборы, как это, например, прописано со странами, входящими в ОБСЕ, а еще и на референдумы. Кстати, страны ОБСЕ нет такого требования приглашать на референдумы. Но, опять же, могу подчеркнуть, что это не значит, что не предпринимаются какие-то посылы либо шаги по приглашению тех или иных наблюдателей. То есть приглашение миссии в ОБСЕ для наблюдения за выборами – это, в общем-то, добрая воля? Добрая воля. Но скажу больше, вот министр иностранных дел недавно, давая интервью, говорил о том, что предварительная работа проводилась, и определенные посылы делались. Но вместе с тем сегодня мы имеем 126 международных наблюдателей, аккредитованных на сегодняшний день. В основном это страны СНГ, ШОС, ну и думаю, что в ближайшее время мы получим еще определенное количество международных наблюдателей. Это так называемые индивидуальные какие-то профессионалы, эксперты, депутаты, может быть, из каких-то стран. То есть они могут не входить, не представлять какие-то международные организации, но могут представлять, в общем-то, какие-то структуры совершенно другие. Надо понимать, что ЦИК не является единственным субъектом приглашения международных наблюдателей. Я бы даже сказал, что у нас даже не такой широкий спектр возможностей приглашать международных наблюдателей. Мы по сложившейся практике приглашаем исключительно представителей Центральных избирательных комиссий тех стран, с которыми мы взаимодействуем, в том числе и в рамках Международной ассоциации избирательных органов. И кроме этого, надо понимать, что международных наблюдателей могут по нашему законодательству приглашать президент страны, две палаты парламента, может приглашать совет министров и Министерство иностранных дел. То есть вот каждый из этих субъектов может воспользоваться правом приглашения наблюдателей. Процедура очень проста, аккредитация международных наблюдателей. Достаточно иметь такое приглашение вот этих субъектов, которые приглашают международных наблюдателей, и анкетные данные, и ЦИК на основании этих двух документов выдаст аккредитационное удостоверение, с которым наблюдатели могут посещать избирательные участки как на долгосрочной основе, так и в день основного голосования. Внутреннее наблюдение. Насколько, опять же, по вашим оценкам, по вашим ощущениям, люди стремятся к тому, чтобы стать наблюдателем во время важного, в общем-то, исторического события для нас? Зарегистрировано почти 40 тысяч национальных наблюдателей. Это наблюдатели в участковые и в территориальные комиссии. То есть, у нас чуть более 5 тысяч участков, это получается на участок порядка 8 человек? Ну так, в среднем? В среднем, да. Но, опять же, это цифры не окончательные. Опять же, процедура очень простая. Подается соответствующая выписка из решения о направлении наблюдателя. А у нас есть фактически три субъекта, которые выдвигают таких наблюдателей. Это политические партии, общественные объединения, это трудовые коллективы и также граждане путем сбора подписей, там не менее 10 подписей для того, чтобы выдвинуть такого наблюдателя, допустим, в участковую комиссию. Поэтому эта цифра может и увеличиться. Опять же, ну что такое присутствие наблюдателя на участке? Ну, это, опять же, открытый, гласный, демократичный процесс воли изъявления граждан. Находятся наблюдатели на участке, они, ну, будем так говорить, обеспечивают определенную транспарентность электоральной кампании. В последнее время много людей появилось в стране, которые получают ID-карты. ID-карты и биометрические паспорта. Да, мы приняли решение, что по этим документам будет выдаваться, значит, бюллетень для голосования. Но здесь тоже надо понимать, если у тебя ID-карта и ты включен в список, или биометрический паспорт, ты включен в список для голосования, то вопросов не возникнет. Кроме этого, можно использовать и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если там есть фотография, студенческий билет, удостоверение государственного служащего, ну, обычный, естественно, паспорт, а также справка, если она выдана органам внутренних дел взамен утерянного там паспорта, либо той же ID-карты, допустим. То есть, в общем, это широкий такой набор документов, с которыми можно идти голосовать. Но если вдруг ты пришел с ID-картой или там биометрическим паспортом, а тебя нет в списке, вот здесь возникает вопрос подтверждения твоего проживания и отношения к этому участку. К сожалению, пока единая база не создана, вот, которая могла обсчитывать эту ID-карту и проверить, где человек, так сказать, зарегистрирован, где проживает, мы договорились, что на эту электоральную кампанию органы по гражданству и миграции будут работать в тесном взаимодействии с комиссией. В случае, если человек пришел с ID-картой, но не внесен в список, комиссия должна быть в экстренном порядке связаться с территориальным органом по гражданству и миграции, они подскажут место проживания человека. И таким образом мы обеспечиваем быстрое внесение в дополнительный список и выдачу бюллетеней для голосования такому гражданину. То есть, эти вопросы, опять же, отработаны, алгоритм взаимодействия выстроен. Более пяти тысяч участков, огромное количество людей, я понимаю, будет работать там и в организации, и в подсчете голосов. А насколько они сегодня свободно работают? Есть ли факты какого-то психологического давления на них? Возможно, каких-то угроз или еще чего-то подобного? Такие факты фиксировались. Даже некоторые члены Центра избиркома получали подобного рода письма. Ну, опять же, в интернете звучали определенные высказывания, определенные деструктивных сайтов и так далее. Поэтому мы здесь работаем в тесном контакте с правоохранительными органами. В целях обеспечения безопасности членов комиссии, а также в исполнении закона о персональных данных, мы не печатали в средствах массовой информации фамилиями отчества членов участковых комиссий. Но это не значит, что мы провели процедуру включения в такие комиссии в нарушение законодательства. Мы провели все эти процедурные вопросы в соответствии с действующим законодательством. Органы, которые создавали комиссии, приняли соответствующее решение с указанием и фамилиями отчества, и с указанием тех организаций, политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, либо группы граждан, которые выдвинули этих граждан в эти комиссии. Те, кто выдвигал представителей в эти комиссии, они участвовали в заседаниях соответствующих органов, которые формировали комиссии. Они могли ознакомиться персонально с теми, кого выдвинули. И могу подчеркнуть, что я думаю, что гражданин, который голосует в Речице, ему, наверное, никаким образом не влияет на его волеизъявление. Вопрос, кто входит в состав комиссии, допустим, в заводском районе в городе Минске, в такой-то школе. Самое главное здесь, чтобы люди, а их много, это же люди не с Марса прилетели, это люди, с которыми мы вместе живем, чтобы спокойно работали, чтобы не было какого-то страха даже, какого-то дискомфорта. Могу сказать так, что сегодня нет таких случаев, чтобы кто-то под каким-то давлением или какими-то угрозами вдруг написал заявление, что прошу меня вывести из состава комиссии, потому что я боюсь или еще что-то. Поэтому общественный порядок будет обеспечен, как и в дни голосования, так и комиссиям будут созданы все условия для того, чтобы они могли спокойно работать в соответствии с действующим законодательством. Для тех, кто собирается прийти голосовать, ваши советы, пожелания, рекомендации, может быть? Это очень серьезное общественно-политическое мероприятие, и понятно, на которое идут еще и определенные средства. Сколько, кстати, потрачено на проведение референдума? По смете порядка 20 миллионов белорусских рублей будет потрачено на организацию проведения референдума. Поэтому я бы все-таки рекомендовал нашим гражданам проявить гражданскую активность и прийти на участки для голосования и выискать свое мнение относительно того вопроса, который задал президент в своем указе. Вопрос сейчас может быть не как к председателю Центра Сбиркома, а как к человеку, ну, в общем-то, уже умудренному опытом и сединами в том числе. Вообще, на ваш взгляд, насколько это хорошо и правильно, когда в государстве возникают важные вопросы, государство обращается к людям. По сути-то, что такое референдум, да? Советуется. Насколько это показатель развития нашего общества, зрелости нашего общества? Я бы сказал, в этом скрыт очень такой глубинный смысл народовласти. Вот той демократии, то есть власти народа, о которой очень многие говорят. Поэтому вот мне кажется, что вот как раз референдум и совет с народом по ключевым стратегическим вопросам развития страны это очень четко подчеркивает. Я вспоминаю недавний период наш, после развала Советского Союза. Мы же с вами его застали, этот период, когда никто, не спрашивая народ, группа депутатов собралась и тут же поменяла флаг, герб, значит, никого не спрашивая. Причем после результатов референдума, который прошел по сохранению Советского Союза, и вдруг депутаты проголосовали, объявили суверенитет, и никто не попытался приложить усилия к тому, чтобы Советский Союз не разваливать, а все-таки отреформировать его и выбрать какие-то подходы, которые позволят менее болезненно пережить вот этот период развала, который мы все переживали. Но в этом плане президент нашей страны, он последовательен. Он по всем ключевым важным таким вопросам, которые затрагивают и государство, и общество, и каждого человека в отдельности, он советуется с народом. Не случайно это уже, в общем-то, не первый референдум в нашей стране за 30-летнюю историю суверенного развития. Самое главное, на мой взгляд, чтобы все мы понимали, все, кто живет в этой стране, кто считает гражданами себя нашей Беларуси, что, вот знаете, есть такое мнение, оно, наверное, где-то из Советского Союза к нам еще пришло, когда люди говорят, ну, что от меня от одного может зависеть? Ну, кто там учтет мой голос? Да нет, зависит. И вот если каждый будет это осознавать и понимать, тогда мы можем быть уверены, что наше мнение, оно играет серьезную роль. Вот это важно, и особенно важно в преддверии таких серьезных выборных кампаний. С этим сложно не согласиться, поэтому я полностью поддерживаю ваше мнение, и в этом, наверное, суть проявления своей гражданственности. Спасибо вам за этот разговор. У вас, в общем-то, достаточно напряженный период ближайший ожидает. Успехов вам. Успехов всем нам. Мы все-таки надеемся, что граждане проявят активность и примут личное участие в голосовании по вопросу референдума. Спасибо. Спасибо.